В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. 23-28 градусов тепла и местами до плюс 19. В Черкесске кратковременные дуще гроза, ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В рамках года педагога и наставника в Кочегуе имени Умара Алиева прошли 19-е Кирилло Мефодьевские чтения. Всероссийская научная конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, собрала участников из различных регионов России. О работе научного форума подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Вот уже с 2004 года Всероссийская научно-практическая конференция собирает в стенах вуза представителей правительства и духовенства республики, ученых-языковедов, научных работников, студентов. И в этот раз 19-е Кирилло Мефодьевские чтения собрали многих ученых из разных регионов России. Сегодня не просто день славянской письменности и культуры, но и день патриотизма, так как русский язык объединяет всех жителей нашей многонациональной страны, отметил открываемые мероприятия исполняющие обязанности ректора КЧГУ Талсултан Узденов. Вот уже полтора-ста лет на культурном пространстве Российской Федерации, сперва Российской империи, Советского Союза, сегодня Российской Федерации, Карачаева-Черкесии, культурный человек, образованный человек и все, что у нас ассоциируется с просвещением, связано с русским языком, с русской литературой. Также от имени мэра Карачаевской всех участников конференции поприветствовал его заместитель Азрет Караев. Русские просветители Кирилл и Мефодий подарили нам уникальный язык, который объединяет множество народов нашей страны. И сегодня подобные мероприятия позволяют не просто окунуться в историю становления кириллицы, но и познать сакральные ее смыслы, отмечали участники Кирилла Мефодийских чтений. У нас пять газет выходят в нашем доме печать. Они говорят его на разных языках, говорят его в разных народах, но они все написаны на кириллицах. И то, что в нашей многонациональной республике все наши проживающие народы могут сохранить свою культуру, свой язык, свою идентичность, это архиважно в мультикультурном социуме. Это происходит благодаря тому подарку, который нам сделали святые Кирилл и Мефодий. Доклады участников пленарного заседания конференции были посвящены роли братьев Кирилла и Мефодия в становлении русской письменности, роли языка в становлении гражданской позиции школьников, а также о практике преподавания русского языка в школе и в ВУЗе. Одной из ключевых ролей в этом процессе играет письменность и русский язык, который сохраняет и передает накопленные нами с вами знания. И хочу отметить, что все мы гордимся нашей многонациональной республикой, и при этом очень важно, что русский язык и его наследие является той самой скрепой, которая на сегодняшний день сформировала нашу российскую идентичность. Помимо пленарного заседания, работа конференции продолжилась и в секционной части. Научный форум позволит ученым обменяться профессиональным опытом со своими коллегами из разных регионов страны. Алихан Ипшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.